Здравствуйте! Это программа новости Сургут-24. В студии Александр Маковей. В начале выпуска коротко о главных темах. Первая женщина из Сургута отправилась служить по контракту в зону СВО. Екатерина рассказала, что ее дедушка прошел Великую Отечественную, и она решила не оставаться в стороне. Двухлетний малыш через дырку в заборе убежал из детского сада и почти час гулял по Сургуту, пока его не встретил участковый второго отдела полиции. И здоровая летняя традиция. Новые люди вместе с профессионалами из Хоуп Фитнес проводят бесплатные тренировки на свежем воздухе. Первая женщина из Сургута отправилась на службу по контракту Екатерина Фельдшер. До принятия решения о вступлении в ряды Министерства обороны работала медицинской сестрой. Как призналась девушка съемочной группе Сургут-24, желание помогать коллегам на передовой преследовало ее с первых дней начала специальной военной операции. Такой настрой поддержали коллеги и близкие. Сегодня Екатерина отправилась на сборный пункт в Ханты-Мансийск. Решение у меня сразу возникло идти, как только началась эта спецоперация. Впервые я предполагала поехать в госпиталь, который предлагали работать в Крыму, вроде бы открывали там специальный набор был. Ну, пока я решила свои проблемы семейные, я решила все-таки идти именно туда, где нужнее. Думаю, в госпиталях нисколько не легче, поэтому решила нести свой клад в помощь. Подписать контракт с Министерством обороны Екатерина решила в том числе и потому, что ее дедушка был участником Великой Отечественной войны, а бабушка в годы сражений трудилась в госпитале. Вдохновившись героизмом своих предков, девушка решила не оставаться в стороне. Большую благодарность она выразила коллегам и близким за поддержку. Екатерина, как и другие военнослужащие, получит обязательное снаряжение и экипировку. В Сургуте продолжается отбор на контрактную службу. Информацию об условиях, льготах и гарантиях можно узнать по телефону, который вы видите на экране. В Сургуте двухлетний малыш сбежал из детского сада и практически час гулял по микрорайону в одиночестве. Мальчик ушел с территории дошкольного учреждения через дырку в заборе. Сначала отправился на детскую площадку, а после гулять у ближайших домов. Когда ребенка хватились, позвонили маме. Женщина в панике приехала в сад, начала обзванивать родных, связалась с полицией. Позже выяснилось, что маленького Арсения встретил участковый и доставил в отдел полиции. Он такой активный ребенок, решил самостоятельно погулять, увидит, что, наверное, без присмотра. Ему было, в общем, весело, интересно, но, слава богу, что все с ним сейчас хорошо. Вот, не думаю, что он там какой-то стресс испытал. От всей нашей семьи огромнейшая благодарность данному сотруднику, спасибо ему большое. Даже не представляю, что было, если бы он бы не среагировал бы на данную ситуацию, да, не увидел бы нашего ребенка. Тот самый участковый, Сафаил Гусейнов, в Сургут перевелся всего месяц назад из города Кемерово. Сотрудник полиции встретил мальчика во время проверки условно осужденных. Дежурную работу пришлось отложить, когда участковый увидел малыша на пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу на красный свет и выглядел растерянным. Участковый перегородил проезд и посадил мальчика в машину. А после отправился объезжать дворы, чтобы найти родителей. Когда стало понятно, что жители ближайших домов малыша не узнают, пришлось везти ребенка в отдел полиции. Я сразу понял, что что-то не так. Но он был спокойный, но это рассеян. Растерялся. Я сразу выбежал к нему, сразу взял его на ручки. Он не разговаривал, потому что маленький. У меня тоже двое детей, они маленькие. У меня сразу, это отцовский инстинкт тоже настиг. Я сам даже растерялся, думаю, как так может ребенок посреди дороги один идти. Мама потерявшегося мальчика отметила, что зла на руководство детского сада не держит. Единственная ее просьба – предотвратить появление таких случаев впредь. А значит, заделать дыры в заборе на территории учреждения. Заявление с данным запросом она написала в администрацию образовательной организации. Сейчас этот вопрос решается. Для починки ограждения привлекли рабочих. Одни из лучших среди команд вузов России. Сборная Югры по ГТО завоевала серебро на Всероссийском фестивале, уступив победную ступень команде Белгородской области. Разрыв между первым и вторым местами Белгородским государственным национальным исследовательским университетом и Сургутским государственным педагогическим университетом – 168 очков. Всего же югорчане набрали без малого 4562 балла. Финальные соревнования «Готов к труду и обороне» проходили в Ханты-Мансийске. Спортсмены показывали свою физподготовку по четырем нормативам. Дисциплины включали в себя прыжок в длину, отжимания, подтягивания на высокой перекладине и поднимания туловища из положения лежа на спине. У нас ребята на самом деле универсалы. Ребята выступили стабильно на всех этапах. Отлично, я бы так сказала. У нас выделились, конечно же, это Илхом в нашей команде, который сделал пресс за минуту 79 раз. Также это Бардакова Ирина, Никита, которые стрельнули 47 раз. Также у нас Антон, который потянулся 39 раз. То есть такие вот показатели, которые сверх нормой являются. И благодаря этому наша команда все-таки завоевала второе место. В каждой команде по 8 человек. Четверо парней и 4 девушки. По очереди они проходили эстафету. Обладателями звания «Самый физкультурный вуз страны» становился коллектив, который без нареканий выполнял задания с большим количеством повторений. Сборную Югры представляли студенты первого-второго курса факультета физической культуры и спорта СурГПУ. Спортсмены довольны своими результатами и признались в нашей съемочной группе, что их соперник, завоевавший золото, для них фаворит. Команда, на достижение которой они будут равняться. Добавлю, что ежегодно в Сургуте нормы комплекса «Готов к труду и обороне» сдают около 13 тысяч человек разных возрастов. Для чего создан комплекс ГТО, опять возрожден? То есть, ну, можно для каждого возраста разноработаны нормативы и можно себя протестировать, в какой ты сегодня физической форме находишься. Если ты проходишь, у тебя получается подтягиваться, отжиматься, поднимать гирю, плавать и бегать. И этим определяется твоя физическая подготовка и твоя физическая форма, и вообще жизненная форма. И я тут три недели назад сдал тоже норматив на золотой значок по своей ступени, по 15 ступени. Учителя физической культуры, общеобразовательных организаций тоже делают вклад в эту победу. Я призываю дальше продолжать эту практику и направлять талантливых ребят или вообще кто ориентирован на спорт, на физическую культуру, на нашей факультете. Те ребята, которые продемонстрируют такое невероятное достижение среди всех вузов страны. За нами это университеты Миллезговта, Минспорта. И ребята, я знаю, там тоже талантливые, но тем не менее, вот нашим ребятам приходится конкурировать и вот в таких жестких условиях. Занимаемся в свое удовольствие. Десятки сургутян и гостей города тренировались на свежем воздухе с партией «Новые люди» и профессионалами из Хоупфитнес. Утренние разминки станут традиционными событиями этого лета. Почему организаторы решили открыть череду активностей и кто пришел зарядиться энергией? Спортом в парке за Саймой занималась Карина Александян. Сделаем такую легкую интервальную работу, чтобы у нас хорошенько поработала сердечно-сосудистая система и в целом, чтобы поработали над техникой движений. Бег трусцой, разминка на все группы мышц. Утро выходного дня у сургутян и гостей города началось с тренировки с новыми людьми. Партия дала старт еженедельным занятиям на открытом воздухе в парке за Саймой у новой баскетбольной площадки. Направлено на как раз-таки популяризацию физической активности, здорового образа жизни. У нас есть активные сторонники, которые были заинтересованы в организации подобных мероприятий. Мы подключили здесь хубфитнес. Они с удовольствием с нами теперь работают, сотрудничают. И совместно мы делаем такие утренние тренировки. Кусочек спорта доступен абсолютно для каждого. И это несложно. Просто прийти с друзьями или товарищами, сделать разминку, пробежку и втянуться в здоровый образ жизни. Пока мы начнем с элементов йоги, а в дальнейшем, если мы увидим интерес со стороны социума, то, конечно же, привлечем различного рода тренеров. Какие-то элементы боевых искусств или дополнительные растяжки. Это все позволит людям все аспекты спорта затронуть. На первую бесплатную разминку пришли два десятка желающих разных возрастов и уровней физической подготовки. О предстоящем мероприятии участники тренировки узнали из групп ОМЕДИА в социальных сетях и от знакомых. Любители занятий на свежем воздухе признались, что пропустить такое событие не могли. Я приехала сюда в гости, узнала в Телеграм. Ну и почему? Думаю, не прийти и не посмотреть, ну и поучаствовать. Мне 65 лет. Я сама с Октябрьского, так что у нас нет вот таких вот мероприятий, но у нас есть группы отдельные вот таких молодых женщин. И мы ходим в Дом культуры, у нас там есть спортзал, и занимаемся по мере возможностей. В целом получить какой-то заряд энергии, взбодриться. А еще по утрам я люблю приставать, по шестого примерно. Хочется привести себя в тонус и провести время с любимым человеком. Вице-президент фонда «Траектория надежды» Галина Житкова пригласила меня на такой замечательный проект, чтобы начать утро со здорового образа жизни, получить много эмоций, ресурсов и вообще идти радовать в такие солнечные дни жителей Сургута. Специалисты благотворительного фонда «Траектория надежды» в свою очередь позаботились о спортсменах, подготовив бутылки с водой и лимоном. На емкости САЖ-2О были нанесены QR-коды, перейдя по которым можно было помочь подопечным фонда. Полезная встреча продолжилась упражнениями из йоги. Давайте сегодня позанимаемся просто в удовольствие себе. Не думайте о какой-то конечной цели, а наслаждайтесь самим процессом. Тренировки с новыми людьми на открытом воздухе планируются, станут традицией. Информацию о том, когда и где пройдет очередная бесплатная разминка, можно найти на официальной странице партии в социальной сети во ВКонтакте, QR-код которой сейчас вы видите на экране. Карина Алексанян, Владимир Федоров, Сургут-24. Сквер молодежи торжественно открыли в Белом Яру. Напомню, что идею строительства парка предложили неравнодушные жители поселения. Молодежный парламент при Думе Сургутского района инициативу поддержал. Средства, а на реализацию получили грант у губернатора Югры, освоили за полтора месяца. Три меры поддержки направили на благоустройство новой зоны отдыха. Три проекта части благоустройства. Первое – это мафы, это наши кольца. Второе – это дерево любви. Третье – это 11 скамеек. Нашим главой, Валерия Валентинович Лупырь, было принято решение благоустроить этот сквер и назвать его сквер молодежи. Потому что здесь в основном в вечернее время собирается молодежь. Ну и тем более в летний период мы успели этот грант освоить практически за полтора месяца. Все три гранта. Сумма по каждой инициативе на момент ее выхода на голосование составляла 500 тысяч рублей. Жители поддержали инициативу белаярцев. Поэтому итог реализации проекта сегодня уже доступен всем желающим. Кстати, на церемонии открытия сквера тем, кто активно участвовал в создании общественного пространства, вручили благодарственные письма за личный вклад в реализацию проекта. Одним из награжденных стал Данил Павлов, который в свои 20 лет старается на благо поселения. Как уже говорил, хотелось создать место для белого яра, где бы могли отдыхать молодежь, родители, дети. И администрация белого яра предоставила нам место, именно вот этот сквер. И мы начали писать проекты, которые потихоньку реализовывались, реализовывались, реализовывались. Мы собрали большое количество голосов. Это было тяжело, но мы справились. И реализовали три гранта. Это дерево любви, скамейки и качельки. Жители по достоинству оценили прогулочную зону и, безусловно, рады, что на территории Белого яра появляются новые объекты благоустройства. Администрация поселения, в свою очередь, отметила, что ждет к скверу бережного отношения, чтобы он мог радовать жителей и гостей как можно дольше. Превозмогая страх, усталость и боль в мышцах, 25 жителей Сургутского района отправились в путешествие на надувных лодках по реке Пим. Традиционный антинаркотический сплав в пятый раз организовал районный молодежный центр. Активных приверженцев здорового образа жизни не испугали даже проливной дождь, молния и гром. Покоряла стихию вместе с молодежью муниципалитета Валерия Кудрявцева. Районный молодежный центр проводит сплав с 2019 года. У нас 25 участников. И у нас обеспечена безопасность. Это у нас сотрудники МЧС. Они будут плыть в рафтах. Также у нас есть медик на нашем борту. Мы отработали маршрут. И мы помогаем с организацией. То есть доставить оборудование к месту спуска. И встречаем. Мы предоставляем базу организации для дальнейших мероприятий. Это будет потом в Азертах игра. Все, что может быть связано с употреблением наркотических веществ, все это можно пресекать при помощи вовлечения молодых людей в здоровый образ жизни. Вот сегодня два дня ребята проведут на природе в прекрасной компании. Традиционно с костром и, конечно же, с хорошими спикерами завтра, с психологами, с людьми из структур, которые расскажут, чем это чревато и каким образом можно все это предотвращать. Сожить ребята будут в палатках. Также будет организовано питание для ребят. Но это уже на стоянке после дистанции 10 километров по бурной реке Пим. Первый раз, потому что очень интересно искали. Хочется пробовать эти ощущения экстремальные. Вообще хочется плавать даже. Прыгнуть прям отсюда. Дождевик, мне кажется. Сегодня такая погода. Дождевик – это самое главное. Второй раз я на сплаве, потому что такая прекрасная погода. Она как раз для сплава. Это очень здорово в такой сплав. Не брызгайте спреем от комаров. Он как бы не нужен. Комаров нету. Все прекрасно. Вообще я впервые на сплаве. Очень интересно проверить себя на прочность. Слава Богу, что для первого раза трасса не очень длинная. Часов в 4, я так понимаю, опять нам плыть. К счастью, дождь закончилась, распогодилась. Соблашко, конечно, не выглянуло, но в целом все хорошо. Правда, менее мокро не стало. Вода вокруг, везде, сверху, снизу, сбоку, справа. Мы пока не гребем, потому что нас любезно подвозят, так сказать, потому что мы не умехи и очень сильно отстаем. Ну что ж, главная взаимовыручка. И что она? Я не чувствую ног, потому что они затекли, поэтому я безумно рада вот этому замечательному песочному бережку. Посмотрите, какой он шикарный. Ура! Земля! Что думаете? Не пожалели ли о том, что поехали, поплыли? Нет, не пожалели. Время о том, что мало гребен. Хочется больше? Хочется больше. Первые 20 минут было тяжело, а потом все приловчились, приноровились и более-менее началась командная работа. Сработались, да? Сработались, начали чувствовать вообще, что такое рам. Сургут присоединится ко всероссийскому молебену о победе. Также в наш город доставят ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. Об этом о медиа рассказали в администрации. Всероссийский молебен о победе и принесении мощи святого в регионы России начались 6 мая. Ковчег доставят в 89 городов. Сургут вошел в это число. Церемония встречи святыни состоится в храме Георгия Победоносца на улице Университетской 28 июля в 19.00. На протяжении всего мероприятия каждые полтора часа у святыни будут совершаться молебные пения с акафистом за здравие наших солдат. Великомученик Георгий Победоносец является символом русского духа. Мощи святого великомученика Георгия Победоносца является одной из главных святынь всего православного мира. Нам с вами известен этот святой как покровитель города Москвы. Этот святой изображен на гербе Российской Федерации. Он также является покровителем всех военнослужащих, всех воинов Христовых. Принесение ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца организовано комиссией по развитию паломничества и принесению святынь Русской Православной Церкви по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святыня будет пребывать в Георгиевском храме до 17.00 30 июля. Эти и другие новости смотрите и читайте на нашем сайте www.indefisnews.ru и в соцсетях ОМЕДИА. До встречи в эфире! Новостройки Что такое готовая квартира в новостройке? Это возможность выбора свежих, интересных планировок и этажности. Ремонт, который точно обойдется дешевле. Новые коммуникации, новые окна, новые детские площадки и паркинги и ваша новая жизнь. Новостройки в самых разных частях города и района от компании Сипромстрой уже в продаже. Ипотека 3,9% на весь срок. Лето в разгаре и теперь вы точно знаете, что бы хотели надеть. Сержанетти это последние тенденции мировой моды для тех, кто не боится выделяться. Одежда для офиса, для прогулок и даже для вечеринок. Сержанетти одежда для тебя. ТРЦ Аура первый этаж. Люди часто пренебрегают своим здоровьем и вы не исключение. Мы готовы оказать вашему организму необходимую и такую важную поддержку. Приглашаем на инфузионную терапию тех, кто пережил стресс, тех, кто хочет восстановить кровеносную и другие системы, тех, кто устает, тех, кто хочет похудеть, кто хочет вернуть здоровье сустава, в общем всех, для кого важно качество его жизни. Запишитесь на первичную консультацию врача по телефону 996-222. Безоперационная пересадка волос в центре акватория. Быстро, эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте 39 04 28. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Телеплюс 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 Благотворительный Противолежневые Матрасы Кресло Телеплюс 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 Необходимость Именно Вот в таком сборе И это даже Большая необходимость Потому что Такого Очень мало Благотворительный Фонд Траектория Надежды Сургут Улица 30 лет Победы 27 2 tnfund.ru Помощь рядом Авторадио Крупнейшая Коммерческая Радиостанция И несомненный Номер один В автомобилях Нас слушает Множество людей Ведь Авторадио Самая Узнаваемая Радиостанция Страны Радиорекордсмен Которая Любят И Которая Цитируют На котором Любимые Программы И проекты А еще Авторадио Это Доказанный Рост Прибыли Рекламодателей До 69% Радио Слушают Авторадио Любят Редактор субтитров А.Семкин